Когда вы ставите какую-либо программу, то мельком можно заметить этап под названием «Добавление ключей в реестр» или же «Регистрация продукта». Или же, допустим, читая какую-нибудь статью с пошаговым показом исправления какой-либо ошибки, вас могут попросить сделать следующее действие. Открыть редактор реестра, зайти в такой-то раздел реестра, открыть то и то, сделать это и это. Но вы когда-нибудь задумывались о том, как работает реестр Windows? Как он устроен и как с ним корректно работать? И вообще, хорош ли реестр или это всё же ошибка? В этом видео мы это и выясним. Запасайтесь едой, так как это, кажется, надолго. Открывайте окна на проветривание и давайте начнём. На дворе уже не 1 апреля, поэтому шуток в виде каких-либо секретных эффектов и лонгкорна не будет. И чтобы приступить к изучению реестра как такового, нам нужно понять, а что это вообще такое и как это всё зародилось. Реестр Windows – это централизованное хранилище настройок системы, программ и их компонентов, которые устроены в виде иерархической базы данных из ветвей, разделов и ключей, и используются операционные системы Windows для хранения этой самой информации. Система и все установленные программы постоянно или же при какой-либо необходимости обращаются к реестру для получения и записи или редактирования уже имеющихся в нём параметров. Первая версия операционной системы Windows, начиная с Windows 3.1, использует реестр в качестве единого централизованного места хранения системных настроек и хранения ассоциаций форматов файлов к приложениям. Реестр был введён в апреле 1992 года, как раз с выходом Windows 3.1, и это нововведение призвано заменить используемому до этого систему хранения параметров в ини-файлах. Однако, остальные параметры, такие как настройки рабочего стола, настройки каких-либо программ и так далее, пока ещё оставались в этих самых ини-файлах. К примеру, в систем.ини, вин.ини, контр.ини и так далее по вытекающей. Ини-файлы были просты в использовании, но не предоставляли достаточно мощных возможностей для хранения и обработки больших параметров. Эту тему мы затронем позднее, а сейчас надо кое-что другое обсудить. Реестр Windows 3.1 имел только одну ветку – hk-classes-root. Это был всего лишь один двоичный файл, который назывался rec.dat и хранился в каталоге Windows. Благодаря этому файлу система определяла, с каким приложением ассоциировать тот или иной формат файла. То есть, когда мы открываем текст и файл, то процесс открытия перенаправляется к блокноту, и тем самым мы с помощью блокнота видим, что написано в том или ином текстовом файле. Точно так же и с рисунками, документами и музыкальными файлами. У каждого формата будет ассоциация, а у каждой ассоциации будет команда, которую система должна будет выполнить. А если, допустим, открыть файл документа Microsoft Word без установленного этого самого Word, то система сообщит нам о том, что она не понимает, что делать с этим форматом файла и как ей поступать. И вообще помогите, если уж появился реестр, то, наверное, системой должен появиться и его редактор. И да, всё верно! Появилась программа regodit.exe для просмотра и, собственно, редактирования реестра. Первый реестр уже имел возможность импорта данных из REC-файлов, а во время установки запускается файл setup.rec, содержащий этот самый первый реестр целиком. А лимиты тут вообще сказка! На всё про всё тебе даётся только 64 килобайта. Ни больше, ни меньше. Если происходит ситуация, что реестр Windows 3.1 достигает этого лимита, то он попросту не будет записывать новые данные, а это уже может быть чревато различными приключениями. Современный реестр Windows имеет глубину до 512 подразделов и 255 символов на имя ключа, а лимит на один куст реестра неизвестен. Даже в документации Microsoft об этом не сообщается. Следующий виток становления реестра как такового произошёл в тогда ещё новый Windows, с выходом Windows NT 3.1 в июле 1993 года. На, так скажем, базу данных переходит вся конфигурация системы и появляются новые ветки реестра. В Windows NT также кое-как происходит отказ от устаревших файлов эпохи MS-DOS, такие как autoexecbat и config.sys, а также полностью исходит на нет система хранения настроек в ини-файлах. По крайней мере, это в рамках системных компонентов. И в конце концов, реестр стал модульным. Каждая главная ветка реестра, или будем называть кост, по типу hk-classes-root или hk-local-machine хранится в отдельных файлах, и в процессе загрузки это всё на лету собирается в единое целое. Все Windows 9X системы делают точно так же, однако весь реестр хранится в двух файлах system.dat и user.dat, а в Windows ME к этим файлам добавляется classes.dat. В Windows XP была добавлена функция автоматического восстановления реестра, которая позволяет системе восстановить предыдущую версию реестра, если произошла ошибка его обновления. А в Windows Vista была введена новая модель безопасности реестра, которая позволяет устанавливать различные разрешения и уровни доступа к ключам и значениям. Идея восстановления реестра из Windows XP получает развитие, и его бэкапы теперь хранятся по этому пути, который вы видите на экране. Сейчас, я думаю, пришла пора рассказать о структуре реестра Windows, какие имеются папки реестра и за что они отвечают. Когда мы открываем редактор реестра в современный Windows, то мы видим пять кустов, а в каждом кусте есть разделы, в которых имеются подразделы, а внутри этих подразделов есть еще подразделы, и так до бесконечности, ну или пока не встретится первый ключ. Кусты — это самый верхний уровень иерархии реестра. Почему это все называется кустами, это надо спрашивать у Microsoft. Это они дали такое понятие. Давайте по порядку разберем каждый основной и часто встречающийся корневой раздел системного реестра и рассмотрим, для чего и зачем он нужен. hk-classes-root — хранит информацию о типах файлов и ассоциированных с ними приложениях. Она хранит все ассоциации файлов, и если его удалить, то, кратко говоря, системе будет очень плохо и ее невозможно будет использовать. hk-current-user — имеет информацию о настройках текущего пользователя, с которого мы вошли в систему на данный момент, включая индивидуальную информацию о его профиле, настройках рабочего стола, программах пользователя и так далее. Удаление этого раздела реестра последует собой полное повреждение вашего профиля пользователя. hk-local-machine содержит все настройки, связанные с оборудованием и софтом, которое установлено для всех пользователей на компьютере. И да, этот раздел содержит больше всего подразделов, которые в данный момент используются системой и защищены от удаления. hk-users — точно так же, как и hk-current-user, только там содержится информация о каждом пользователе, имеющем учетную запись на ПК. hk-current-config — включать в себе информацию о текущей на данный момент конфигурации компьютера, включая информацию о подключенных устройствах и драйверах. А в Windows 9x-системах есть еще hk-din-data. Там хранились динамически изменяемые данные о компьютере, допустим, загрузка процессора или размер файла подкачки в реальном времени. В системах на основе Windows NT такого куста нет. В подразделах хранятся различные ключи, по которым может определяться поведение какой-либо программы. Значение каких-либо данных, например, числа, текст или бинарные данные, которые будет понимать система или компоненты и так далее. Реестр Windows может содержать более 50 тысяч ключей различных типов, и каждый из них может иметь разное значение и десятки параметров. Всего есть множество типов ключей. REC-SZ — этот тип ключа используется для хранения строковых данных, таких как название приложений или имена файлов, то есть какой-либо полноценный текст. REC-Expand-SZ — этот тип ключа представляет собой текст, содержащий какую-либо переменную, которая может быть заменена при вызове со стороны приложения. REC-Binary — этот тип ключа используется для хранения двоичных данных в 16-речном формате. REC-D-Word — этот тип ключа используется для хранения 32-битного числа, которые могут быть использованы для установки параметров и настроек операционной системы. REC-Q-Word — то же самое как и REC-D-Word, только хранение уже 64-битных числовых значений. REC-Multi-SZ — этот тип ключа используется для хранения массивов, которые могут сдержать несколько значений в несколько строк. Здесь показаны самые распространенные и часто встречающиеся типы ключей реестра Windows. Сейчас пришла пора ответить на вопрос — почему отказались от инифайлов? Потому что у инифайлов было множество недостатков, решение которым найти не представлялось возможным. Во-первых, инифайлы не поддерживают точную настройку доступа. Так как инифайлы являются обычными текстовиками, то вы не могли настроить какие-либо уровни доступа и разрешение на уровне файла. То есть ты не сможешь сказать программе, что в этом инифайле ты можешь изменять только эти разделы, а вот эти разделы изменять нельзя. Во-вторых, инифайл не мог использоваться двумя программами одновременно. И одновременное изменение какого-либо инифайла этими самыми двумя программами могло попросту его повредить. Или же одна из двух программ при попытке доступа к файлу могла получить ошибку чтения. В-третьих, инифайлы могут содержать только два уровня структуры – секцию и строки, вот такого формата внутри нее. Секцию внутри секции сделать нельзя, а если вам нужно хранить двоичные данные, то вам нужно будет как-то закодировать их в строку. В-четвертых, инифайлы имеют лимит на размер – не более 32 килобайт. В-пятых, каталогом по умолчанию для инифайлов считается папка Windows и ничего более. Этот список проблем не заканчивается, а в качестве единого решения этих проблем и была придумана система реестра. Это было попыткой Microsoft решить проблемы формата инифайлов, но однако у реестра есть тоже свои нюансы, а о них мы узнаем позднее. Сейчас же я хочу показать некоторую практику работы с реестром Windows. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а как после установки какой-либо программы, допустим в ESCODA или DOSBoxX, в контекстном меню появляются пункты, которые открывают файл через эти программы? Это все делается просто. В реестре пройдите по пути, который вы видите на экране. В этом разделе вы увидите кучу подразделов, при исследовании которых можно догадаться, что здесь содержится формирование своих пунктов контекстного меню от сторонних приложений. Создаете там подраздел с любым своим именем. В этом подразделе создайте расширяемый строковый параметр и назовите его Icon. В этом параметре будет храниться путь к какой-либо иконке, которая будет показываться возле вашего пункта меню. А в этом же самом подразделе в параметре по умолчанию вы пишите название вашего будущего пункта меню. Позже в этом же подразделе создайте еще подраздел и назовите его как Command. И также в параметре по умолчанию вводите команду, которую должна выполнить система. После всех этих действий при нажатии правой кнопки мыши на любой файл в списке будет показываться ваш созданный пункт контекстного меню. Такое работает не только с файлами, но и с контекстным меню рабочего стола. Все делается точно так же, только путь немного другой. В современных версиях Windows есть возможность отключения экрана блокировки. На случай того, если он вам вдруг как-либо мешает или он вас внезапно бесит. Для этого в реестре вы идете по следующему пути. . И да, вы можете заметить, что подраздела Personalization может не быть. Если такое происходит, то это можно просто создать. После создания подраздела там вы создаете DWORD параметр с названием NoLogScreen и задаете ему значение 1. Перезагружаете систему и готово. Вы нигде не увидите какого-либо намека на экран блокировки. При нажатии сочетания клавиш Win плюс L, при ручном выборе вариантов блокировка и выход, вас сразу же будет встречать экран входа в аккаунт. В свойствах экрана Windows XP в разделе выбора фона имеется возможность расположения картинки. По центру, замостить и растянуть. Обычный базовый функционал. Но знали ли вы, что мы можем перемещать наш фон рабочего стола так, как мы хотим? Нет. Крутить фон вокруг своей оси мы, увы, не сможем. А вот переместить его по X и Y вполне пожалуйста. Для этого вы идете в ичке CurrentUser ControlPanelDesktop, там создаете строковые параметры под названиями WallpaperOriginX и WallpaperOriginY. Соответственно, точкой начала координат, или же 00, здесь считается верхний левый угол экрана. Пишем любое число в X и Y, перезаходим в аккаунт и вуаля! В современных версиях Windows такое уже не работает, а данные параметры там стали обычными и ничего не делающими заглушками. Да, практическая часть может показаться вам скучной, но как минимум это должно показать тот факт, что абсолютно все программы общаются с реестром при каждом действии. Поставили какую-нибудь галочку в настройках, тут же идет запись параметров реестр с каким-либо значением, которое программа будет понимать. А как эта программа понимает, уже зависит от того, как в коде этой самой программы все прописано. После того, как мы кое-как попрактиковались с реестром, нужно ответить на еще один, следующий и, как по мне, интересный вопрос. Чем чревато неправильное использование реестра и бездумное редактирование его параметров? Давайте любизно угадаем по картинкам и следующей демонстрацией. Так, и вот что бывает, если вы будете играться с реестром. Ой, мама пришла. И... Блин! Надеюсь, вы поняли. А если без каких-либо шуток, то любое неправильное использование реестра чревато чем угодно. В лучшем случае у вас просто что-то из компонентов перестанет работать. Тот же UVP, например. И это можно будет восстановить через SFC Slash Scan Now. В худшем система красиво покажет синий экран и больше не запустится. Как в одном анекдоте. Манная каша выходит легко, а винегрет красиво. А чтобы ваш компьютер не превратился в декоративный пылесборник с бабушкиной шалью на мониторе, придется переустанавливать Windows, ибо он, как нам всем известно, сам себя не переустановит. Поэтому, дорогие и любимые мои друзья, с реестром шутки могут быть плохи. Реестр Windows попытался решить проблему и не файлов, но и у нее тоже есть некоторые проблемы, и когда-то даже было множество скандалов, связанных с реестром и производителями софта. В старых версиях Windows по типу Windows 98 и Windows Millennium, в некоторых случаях, таких как установка драйверов, реестр мог быть изменен неправильным образом, что приводило к сбоям системы или ошибкам при запуске программ. В 2017 году обнаружилось, что некоторые приложения, созданные компанией Lenovo, устанавливали за собой Superfish Visual Discovery, который является шпионским софтом. Этот программный модуль устанавливался в реестре Windows и мог собирать личные данные пользователей. А несколько лет назад была исправлена дыра в реестре, при которой некоторые программы устанавливали и прописывали скрытые ключи. Это могло привести к утечке личных данных, а также к появлению нежелательной рекламы и какого-либо спама. Все эти скандалы были достаточно серьезными и приводили к штрафам, уголовному преследованию и потере доверия со стороны пользователей. Однако, стоит отметить, что данные примеры являются скорее исключениями, чем правилом. Большинство разработчиков софта и пользователей используют реестр Windows легально и безопасно. В каких еще системах можно увидеть реестроподобную базу данных? Кроме Windows, реестр можно увидеть в ReactOS и в операционных системах семейства OS2. В остальных системах, в особенности Unix-подобных, для хранения настройок системы, ПО и прочих важных вещей используются конфигурационные файлы, И для каждой программы имеется своя директория хранения настроек. Что можно сказать в итоге? Реестр Windows, как уже было сказано ранее, пытался решить проблему с инифайлами и их недостатки строения. Эту проблему решить-то решили, но с появлением реестра появились и другие проблемы, Которые даже попадали в скандалы и в заголовки новостных порталов. Соответственно, свои недостатки он, конечно, имеет. В целом, с реестром можно очень хорошо поладить, Если, а, у тебя прямые уроки, б, куча точек восстановления, И, в, даешь себе отчет о том, что ты конкретно хочешь там сделать и куда ты заходишь. А что вы думаете о реестре? Хороша и полезна ли подобная вещь или это все же является большой ошибкой? Может были какие-либо случаи с ним? Давайте это обсуждать в комментариях вместе. А пока вы пишите комментарии, предлагаю вам поставить лайк этому видео и подписаться на канал, Чтобы не пропускать новые видео. Вместе интереснее. Спасибо всем людям, которые поддерживают канал Копечкой, И спасибо вам за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья! Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин! Продолжение следует...